Девятого мая 1945 года прошло без малого 70 лет. Сменилось поколение, а потом еще, еще, еще. И теперь практически никого не удивляет простой детский вопрос. Папа, наш город, воевал ли к Отечественному войну? Воевал, дружище. Еще как воевал. И рассказать об этом ребенку можно, устроив прогулку практически в любом районе Перми. Мы начали с Матавилихи. Музей оружия под открытым небом доступен для посещения всем желающим. Конечно, большинство представленных здесь экземпляров относятся уже к послевоенному периоду. Но и прославленных орудий победы в Матавилихинском музее немало. Как известно, Матавилих изготовило около 40% всех орудий, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны. И первоначально это были 45-ки знаменитые. Затем калибр увеличился до 75-миллиметровых орудий. В частности, конструкторское бюро Матавилихинского завода усовершенствовало эти орудия. И они стали фактически полковой пушкой в каждом соединении Красной Армии. Не будем забывать и про крупнокалиберную дивизионную артиллерию. Матавилихинский завод создавал по-настоящему оружие победы. Но сделать пушку – это полдела. Она должна стрелять. А значит, непременно упомяните в рассказе Закамский пороховой завод. К нам было эвакуировано 4 ленинградских предприятия пороховых уже в 41-м году. И вообще это 80% всех пороховых предприятий эвакуировано было к нам в Пермь. То есть, по сути дела, мы изготовляли 90% всех боеприпасов и пороха в годы Великой Отечественной войны. Гуляя по Закамску, загляните на водники. Там находится уникальный памятник – плавающий танк, бронекатер. Такие с Пермского судозавода отправлялись в 1942 году прямо к Сталинграду. В самое пекло войны. Он направлялся по Волге, к Сталинграду. Это начало боевого пути. И потом впоследствии переправлялись на другие речные бассейны. Это Днепр, это Десна, это Болгария, Дунай, в частности. А также была попытка использовать бронекатера и в самой Германии в 1945 году. Вспомнить военные годы в нашем городе можно и просто прогуливаясь по центру. Например, проходя мимо зданий телефонного завода. В городе Перми на телефонном заводе, который образовался как раз именно в 1941 году, тоже из эвакуированного ленинградского завода, изготовлялись все телефонные аппараты. Вообще все, 100%. Больше того, к 1943 году фронт был обеспечен полностью телефонными аппаратами, которые под маркой Пермский телефонный завод. В районе Газнака самое время рассказать о наградах, которыми увешаны ветераны. Ордена и медали в годы войны изготавливали в том числе и на эвакуированных в Пермь Газнаковских предприятиях. Одно из них изготовляло медали и ордена Великой Отечественной войны. То есть до 1944 года фактически две трети всего медального фонда было изготовлено в Краснокамске. Ну и, конечно, нельзя пройти мимо главного символа Великой Отечественной войны в нашем городе. Танк на Сибирской напоминает нам об Уральском добровольческом корпусе. Идея его создания появилась в 1942-м. А год спустя соединение уже вступило в бой на Курской дуге. И немцы предполагали, что это отборные танковые части советской армии. На самом деле там воевали люди, которые буквально только-только прошли небольшую подготовку. И первое боевое сражение или первое боевое крещение началось только в 1943 году. И это лишь малая часть возможного рассказа. Ведь в Перми практически нет района, где бы не осталась память о Великой Отечественной войне. Десятки и сотни эвакуированных предприятий, учреждений, заводов. Сотни тысяч людей. Миллионы судеб. Ученые говорят, что вклад города и области в дело Великой Победы стопроцентно до сих пор еще не изучен. И именно поэтому из поколения в поколение мы передаем простой девиз. Пермь клянемся помнить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова